Слушайте, а где Антон, а? Где же Антон? А вы не видели Антона? Нет, не видел. Не видели? Понятия не имею. Не видели? Нет, нет, нет. Хорошо, спасибо большое. Где же Антон? А вы Антона не видели? Антона? Да. Не видели. Отскажите, пожалуйста, здравствуйте, а вы Антона не видели? Я каждый день вижу Антона и Антона. А сейчас нигде его не видели? Нет. Нет, спасибо большое. А Антона не видели? Нет. Антон, ты что там делаешь? Я тебя везде ищу. Что случилось? Почему ты грустишь? Потому что студвесна российская в городе Ставрополье заканчивается. Ну подожди, Антон, у нас же еще один выпуск. Завершающий выпуск наших дневников российской студенческой весны. Буквально через считанные минуты во Дворце культуры и спорта города Ставрополя состоится одно из самых волнительных мероприятий 26-й Всероссийской студенческой весны. Это объявление итогов и награждения лауреатов фестиваля. Мы желаем удачи всем участникам студенческой весны без исключения. Пусть победит сильнейший и самый достойный. Привет. Привет. Ну, победите. Может быть, победим. Почему так не уверена? Не знаю. Здесь вообще круто. Крутая погода. Мне очень нравится. Ну вот, мне пермят правильный, так что я пермят. Очень хочу посмотреть и обрадоваться, чтобы у каждого в религии, чтобы всегда проходило вперед. Чтобы никакой между нами нации не было, чтобы мы друг друга поддерживали и друг друга любили и уважали. Если студенты, участники студвесны на награждении в большинстве своем волновались и переживали, то члены жюри были настроены по-разному. Сейчас уже можно расслабиться, потому что момент награждения. А тогда, конечно, да, волновались. Когда обсуждали, думали, все ли будут со мной согласны, члены жюри. Не все, но в результате все случилось. Как и должно быть. Честно говоря, нет. Уже нет, уже, слава богу, все позади. О, голос охрип. Самое основное волнение было никого не недооценить, когда мы выставляли оценки. Но по моей профильной истории у нас все, мы сошлись. Всех, кто достоин, отметили. Мы достаточно единодушно приняли решение. У нас все очень быстро обсудилось, решилось, подытожилось. Поэтому я не думаю, что шесть человек профессионального жюри могли прям настолько быть неадекватны. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Мы волновались вчера, когда до половины пятого утра выбирали из 300 номеров, распределяли по номинациям. Вот вчера волновались, чтобы никого не пропустить. И много людей хотелось отметить, потому что каждый был интересен в своем образе, в своем выступлении. Поэтому все волнение было вчера, я его оставил там. Поэтому я сейчас сижу и просто наслаждаюсь. В жюри и правда было непросто. Например, в направлениях музыка и танцы было огромное количество участников. Но лауреатами стали действительно самые достойные. Республика Татарстан, дорога из города. Работали много, готовились много. И вот заслуженные, наверное, думаю, заслуженные получили. Зритель был доволен. Много похвалы было и от зрителей, и от жюри. В общем, мы вообще... До последнего момента, что не называли мою фамилию, все же, нервы на пределе. И под конец, когда называли фамилию, все, счастье, ура. Я знаю, не зря ехал, не зря готовился. Слушай, домой уже сообщил. Я-то сейчас буду звонить, писать, сообщать. Образово всех обрадую. Были переживания, да. Не ожидали, что получим награду, но очень приятно. Радость. Очень счастливы, но очень счастливы, потому что мы заняли очень много первых мест. Это прям бум. Очень много эмоций даже не передали. Мы даже не ожидали как-то серьезно. Ну, или, может, ожидали внутри где-то. Но, в общем, все равно, мы очень рады. Перед награждением какие были мысли, эмоции? Или вот так вот переживали, тряслись? Ну, а была надежда, что вот какое-то место все-таки будет ваше? Нет, ну почему? Маленькое какая-то была надежда. Очень много сильных участников. Все равно хоть мы и дома, и на сцене, которые уже выступали, все равно очень сложно было, потому что ребята были очень сильные. Как я их понимаю, и как я им завидую, вы бы знали. Спят, девчонки, наработались. Ну ничего, скоро все закончится, и мы, наверное, всем Ставрополем будем спать. Слушай, Ань, а где в Ставрополе находится площадка театральное направление? Что ты у меня такие глупости спрашиваешь? Уже каждый участник знает, что и где в Ставрополе находится. Возьми и загугли. Сейчас пойду и загуглю, что они там знают. Знатоки. Вы уже несколько дней в Ставрополе, да? Уже, я думаю, немножко привыкли, уже немного ориентируетесь, да, в городе? Что это такое? Нет, не знаю. Это достопримечательность Ставрополя. А как называется? Я знаю, что на магнитике он есть. Ворота. Их у вас много в городе, но это не одни, вот честно. Арка. Тифлийские врата или ворота? Я не помню. Это арка. Так, а как она у нас называется? Крутая арка. Красивую белую крепость. Тифлийские ворота. Как? Как? Какие еще раз? Ну, вот как-то ты... Тифлийские. Нет, нет. Почти. Буквки надо учиться. Да, да, да. Тифлий. Тифлиевские. Нет? Тиф. Тифлиевские. Арка. Арка. И икона, по-моему. На буковку Т, правильно? Тифлийские ворота. Нет. Ворота? А какие? Вот триумфаль. Ну, достопримечательность местная. Ворота. Наверное, красивые. Красивые ворота. Ну, у них наверняка есть какое-то название. Я вам сейчас погуглю. Мы не тут проходили. Стадион Динамо? Да. Мне кажется, это почта. Это не вот там вот? А там вот это что? Стадион Динамо, по-моему. И входные ворота в Динамо. Может быть, в вокзал? Стадион. Это же стадион наш, где мы открытие наше... Очень похоже. Возможно. Это вокзал, нет? Считаешь? А, нет. Это ворота. А, там была Арка, это ворота. Да. Это ипподром. Похоже на какую-то стену защитную. Может быть, это что-то наподобие Кремля местного. Тут мы не были. Мы тут не были. Да, мы не знаем. Может, это какой-то старый Ставрополь. Это, наверное, какая-то аллейка славы. Мне кажется, это какой-то военный памятник. Там дом мэра. За забором. Дом губернатора. Дом мэра? А как вы думаете, вот что вон там вот находится внутри вот этой серой штуки? Мангал? Ну, мемориал какой-то. Это вот эта старая стена, о которой нам говорили, когда через машины проезжали. Это какой-то исторический памятник. Нарисован ключ. Здесь карта Ставрополя и ключ от города. Может быть, это какая-то примета есть местная. Присел и тебе повезет. Вот на ту штуку присел. На ту штуку присел и тебе повезет. Удачи. Через плечо нужно как-то. Может и потереть. Может и понюхать. Ключ. Ключ. Там лежит ключ, когда Ставрополь основан был. А это, случайно, не самый главный путь? Ну, вот. Где? Ну, джебуха Динамо. Да. Нет, это я имею в виду, вот кто вот из главных приходил к нам, вступал, речи давал. Может это кто-то вот. Да, какой-то, может, мэр Ставрополь. Да, или там, я не могу. Владимиров. А у нас всего ректора походу. Владимир Владимирович Владимиров. Ну, какой-то? Это тезка Владимира Владимировича Познера. Соответственно, это тезка Владимира Владимировича Маяковского. Тезка Владимира Владимировича Путина по совместительству губернатора Ставропольского края. Это Владимир Владимирович Владимирович Владимирович. Ваш местный спортсмен. Владимиров. Очень много Владимиров. Владимиров, Владимиров. Вот, Владимиров. А кто такой Владимиров? Владимир Владимирович. Глава района. Района. Какого района? Региона. Мне пришла мысль, что это какой-то КВНЧ, но я не знаю почему. Лучший футболист, по всей видимости, Динамо. А я бы над крюти, мне кажется, его видела. Мэр. Еще какие варианты? Нет, уже это не трое. Владимирович. Президент. Владимир Владимирович. Какой это Александр Валентинович. Губернатор Савропольского края. Владимир Владимирович Владимирович. Ну что же, остались последние награды и последний концерт на этой всероссийской студенческой весне. Выступать сегодня будут не бедва, не мотки, не елка, А самые лучшие, самые активные, самые классные студенты этой студенческой весны. И уже завтра, получив свои награды, делегации разъедутся в свои регионы. 80 регионов и 2700 самых талантливых студентов со всей России. 871 творческих номеров и работ. 550 организаторов и волонтеров. 5 незабываемых дней. Все это Российская студенческая весна 2018. Ребят, здрасте. А вы откуда? Из Тонна. Ну как вы выступили сейчас? Что сейчас представляли? Мы представляли джаз, фанк, волк, смесь этих стилей. Я думаю, у нас получилось. А вы этот номер танцевали в конкурсной программе? Мы показывали эстрадный номер. У нас был офис, это был очень милый, красивый. А сейчас мы такие девские. Мне кажется, что губную помаду обычно на губы наносят, а не на лицо. Почему вы так? Это наша книжка. Образ. Очень вкусный номер, очень здоровский. Скажите, вы откуда? Ярославль. Это не передать. Не передать. Ярославль главный. Столько народу. И честно, я впервые выступаю перед таким количеством людей. Это большая ответственность и большая честь у нас. Номер о том, что дома хорошо, о тепле, который дает нам только земля и самые близкие. А в Ставрополе так же хорошо? Конечно. Скажите, вы свои победы получили? Да. Именно с этим номером мы заняли первое место. Тульчик вы в детском саду где-то взяли? А вам не жарко в свитерочках, скажите? Нет, конечно. Нет, конечно. Жарко только от людей, которые там находятся. А в целом нам хорошо. Вы откуда? В Кабаровске. Вы взяли свои награды? Что взяли? Первое место. Биджай! Да снимай, жарко. Я больше скажу, это ручная работа. Ручная работа? А кто вязал? Штаны, все ручная работа. Девочка, сами взяли свитеры. А эти свитеры нам пришлось за 4 дня связать практически. Что вы, по-моему, выдумываете, да? Это было бы казалось, что это неправда, но на самом деле это правда в условиях, потому что... Аккуратно. Ну да. Вот такие дела. Очень почетно, и мы рады защищать именно свою область. А вот сейчас вот так вот взять ногу, поднять. Опа! Как вторая. Вот все могут. Девчонки вообще красотки. Как вам эта студенческая весна? Очень классная, по-первых, студенческая весна. Я думаю, я еще поеду очень много раз. Скучать будете? Да. Да. Вы откуда? Со Ставрополя. Со Ставрополя, местные. Как вам вообще атмосфера сейчас, которая была в нашем городе Ставрополя несколько дней? Она была очень энергичная. Ты заряжаешься вот этой молодежной атмосферой. Ты чувствуешь, что студенты – это активные люди, да. Чеченский национальный костюм. Мы танцуем чеченский танец, представляем Мао Евро. У нас дуэт занял первое место, ансамбль «Кавказ». Мы не первый год ездим на этот фестиваль, и нам все очень нравится. Поэтому мы ждем каждый раз российскую студенческую весну, прямо как что-то новое в жизни и новый порыв эмоций. А скажите, пожалуйста, вот самое-самое сложное в этой студвесне что было? Самое сложное? Скорее всего, это были ночные репетиции, загруженность всех этих дней. Вот у нас очень-очень много репетиций. А можно попробовать? Ха, прикол. Вы откуда? В Камчатке. В Камчатке. Вы же стали победителями в танцевании. Ну как вообще? Как эмоции? Вообще прям эмоции не выносим. Мы просто не ожидали, что все-таки что-то получится занять. А вот как называются ваши костюмы? Расскажите, это национальный костюм. Как они? Кухлянка. А из чего они сделаны? Что это за материал? Ну это не настоящая, на самом деле они делаются за оленью шкуры. А не жарковник? В этих нет. Настоящим было бы жарковник. Очень нравится. А вы откуда? Камчатская область. И концерт хороший, и город прекрасный. А самое главное, люди хорошие. Нашли себе друзей ставропольских? Кого? А у меня здесь одноклассник живет. О, вы встретились? Да. Кто тебе больше всех понравился? Ну мне все танцы понравились. А вот больше? Больше мне русский-кавказский нам нравится. А тебе что понравилось? Мне? Что понравилось? Что понравилось? Ну здорово. А вы из Саврополя, ребята? Да. Это откуда? А я из России. Из России? А Саврополь это не Россия? Да. Ну хорошо. Когда студентами будете, вы будете танцевать? Я не буду студентом. Студентом не будешь? А ты будешь студентом? Я? А я не знаю. Итак, перейдем к награждению. В направлении журналистика гран-при получает... Саратовская область. Сферосимов Кирилл. Вот он. Поднимается на эту сцену. Нет. Получает заслуженную награду. Ваши овации. Давайте искупаем первого объявленного обладателя гран-при российской студенческой везды 2018 года в Саврополе. В танцевальном направлении гран-при отправляется в Краснодарский край. Савчики вообще показывать. Вот она, долгожданная гран-при. Как вы вообще вы... Ну, верно. Понимаете? Да. Как вам эта российская студенческая весна? Это будет. Эта студенческая весна нам понравилась. Потому что гран-при или вообще? Вообще, конечно же, конечно же, вообще. Это же руководитель. Как вам вот с этими ребятами работается? Только честно. Честно. Только ради их... Да, да. Наверное, стоит не спать. Стоит потратить все свои нервы. Только для того, чтобы увидеть слезы радости на лицах этих моих детей. Получили гран-при. А что теперь? Работать, работать и еще становиться более лучшими. Больше тренировочных часов. А может поспать сначала? Сейчас нам не разрешают спать. Давайте разрешим чуть-чуть поспать. Ну, заслужили же. Ну, поговорим после выступления сегодня. В музыкальном направлении гран-при забирает... Ямало-Ненецкий. Автономный округ. Король и Снежана. Вот эта замечательная барышня покорила жюри музыкального направления и увозит заслуженный приз далеко-далеко в Ямало-Ненецкий автономный округ. Друзья, наше поздравление, ваши аплодисменты. Направление оригинальной жанры. Здесь гран-при получают ставропольцы. Студия эстрадного циркового искусства «Вертикаль». Вы вообще понимаете, что это ваше? Да! А вот куда повесите, подставите теперь? Тренером? Тренером, конечно же. Тренером, руководителя нашего. А тебе не хочется? Ну, хочется, а мы просто у нее часто бываем, поэтому мы на это любуемся. Мы просто взорвали зал. Нам жюри и зои хлопали. Тренер, вы счастливы? У меня есть. Я не могу отойти до сих пор, да. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Мы боролись. Борьба была очень сложная. Нам приходилось выступать два раза, доказывать. И мы все-таки это сделали. Ребята молодцы. Тренер, а вы знаете, ребята сказали, что это останется у вас? Вы же не разбейте, как прошлого. Прошлого разбили? Ну, случайно так упал у нас. Еще одно направление – театральное. Гран-при в этом направлении уезжает, улетает в Саратовскую область. Литературно-поэтическая студия Сова. Вот они, вот они поднимаются под ваши аплодисменты. Друзья, все случилось. Вы большие молодцы. Далее региональные программы. И самое лучшее в этом направлении. Обладателем гран-при стала Ростовская область. За своей программой, как вы казаки, студенческую весну спасали. Все-таки студенческую весну спасли. Ростов! 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 А как вы думаете, почему именно вы? Потомусо команда Ростов! Вы которые вы ожидали, что гран-при у вас будет? Нет, но не ожидали. Дальше еще гран-при, гран-при. Да, можно увидеться. Да, меня отправлять. Будете скучать по Ставру? Конечно, очень. Офигенный город, замечательный город. А в общекомандном зачете в этом году гран-при получила не одна делегация, а две. Республика Татарстан. Что ли, что вы играете? Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но до последнего. Даже считаю, не дыбалось, как-то прогнозируя, ты переживаешь, болеешь, трясешься, боишься, плачешь. Что вы знаете, что все это ради вот этого, все ради победы. Когда назвали вашу республику, какие были эмоции, чувства? Ну, вы не представляете, это как вулкан, они на все взрываются, в едином порыве бегут. Бегут на сцену, прыгают, кричат, обнимаются. Я считаю, это несравнимо, наверное, ни с чем. А также Ямало-Ненецкий автономный округ. Это самая неповторимая эмоция, потому что к этой победе кто-то шел 8 лет, кто-то шел, кто-то сразу пришел к этому, кто-то 3 лет. Как родился, так и пришел. Да, 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 вот прям сразу, буквально с первого раза. Но это наша большая командная победа, каждый сделал большой вклад, вложил свое сердце, душу и так далее. И мы делали это! Вы вообще ожидали, что вот вы будете, вы получите гран-при? Это просто... Нет, конечно, ну мы знали, конечно, да. Мы догадывались, мы догадывались. Мы скромные, мы очень скромные. И мы такие, ну будет хорошо, если да, и да. И вот... А как вы думаете, в каком городе будет следующая студенческая весна? Смотрите, это 26-й регион и 26-я студвесна. Следующий год будет 27-я студвесна, а мы из 27-го региона, поэтому... Самара! Самара! Ярославль! Ярославль! Собер, по-моему... Может быть, в Михайловске? Честно говоря, даже боюсь предположить, потому что в прошлом году мы вообще не ожидали, что Собернад будет у нас на родине. Может быть, где-то в Сибири, мне кажется, что-то туда подальше. Мы очень ждем Питер, очень-очень ждем просто. У нас только мысли на Питер и направление, все, мы послаем энергию только на Питер. Регион 26-й, 27-й региона. И в 27-м регионе? Ну, если 26-й. Да, Хабаровск, у нас Хабаровск. Я думаю, подальше от Ростова, подальше, чтобы было приятнее туда ехать. Я не знаю где, но я очень мечтаю, чтобы она была в Краснодаре. Сейчас студенческая весна будет... Верни! Ребята! Верни будет в надвесна, мы передаем вам эстапету от Ставрополя. Вы готовы? Да! Ну, не подведите, хорошо, чтобы вообще с тобой вот супер вы найдете. Все, блядь, супер! Верни прекрасно все, блядь! Отлично! 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 Вы, наверное, с завтрашнего дня, наверное, начнете готовиться, да? На самом деле, мы готовы уже 5 лет и просто ждали этого момента, так что приезжайте где-нибудь завтра. Как счастье, не за горами! Счастье за горами, а ног в Перми. Приезжайте! Ну, тоже, друзья! А на такой ноте мы задачам совершающих дневник российской студенческой весны. Спасибо, что были с нами все эти дни, друзья! Пока! Счастье за горами, а ног в Перми! Поехали! 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 Поехали!